Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы продолжим разговор о книге «Экклезиаста» и обратимся сейчас к второй главе. В начале, в прошлом разговоре, мы говорили о том, что «Экклезиаст» ищет смысл хоть в чем-нибудь и видит, что все, что исследует его мудрость, все, что открывается его разумом, все в конечном итоге оказывается суетой и погоней за ветром. И он не согласен на то, чтобы это было так. Во второй главе он переходит к более частным примерам того, как именно видится ему то, что он исследует. В начале второй главы он говорит «Вот я попробовал. Может быть, не только мудрость, умеренность, воздержанность. Может быть, есть что-то хорошее, осмысленное и в том, что ему, автору «Экклезиаста», кажется глупостью и говорит «Сердце мое руководствовалось мудростью, но вздумал я придержаться и глупости, чтобы увидеть, что же хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей». Стало быть, у «Экклезиаста» есть представление о том, что должное и недолжное, то, что должны были бы делать сыны человеческие, то, что мы реально делаем, это, в общем, разные вещи. Вот он пытается при помощи своей мудрости, если хотите, при помощи эксперимента, вполне такой научный подход, попробовать. И вдруг в чем-то есть смысл. И он рассказывает об этом в своем эксперименте, говорит «Я предпринял большие дела. И действительно, я построил дома, насадил рощи, выкопал водоемы, собрал серебро, золото, драгоценности. Сделался великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною». Стало быть, он попробовал добиться успеха того, что с человеческой, сиюминутной, посеусторонней точки зрения может казаться нам успехом, какими-то результатами. Он стал богатым, он много чего насозидал, дома, виноградники, и то, что даже останется после него, наследство, которое он будет передавать дальше кому-то, кажется, что вот он умрет, а это останется. И дальше экклезиаст говорит «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым я трудился. И вот, все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Нет, все это тоже оказывается непрочным. Дальше, во второй половине второй главы, он говорит о том, что в конце концов, а в чем вообще разница между мудростью и глупостью? Вот мудрый поступал мудро, добился каких-то результатов, и они после него развеялись как дым. Вот глупый поступал глупо, и участь его та же. И какой смысл быть мудрым? Экклезиаст пишет в 14 стихе «Узнал я, что одна участь постигает их всех». И тоже дальше еще несколько раз в своей книге он будет обращаться к этой мысли. Она для него очень важна, что в конечном итоге финальной точкой, результатом трудов или нетрудов, мудрости или глупости, все равно будет смерть. Это может нам не нравиться, это может нас не устраивать, но ведь это действительно так, и от этого действительно никуда не денешься. И этот факт печальный экклезиаст все время тоже держит в памяти. В отличие от Бога, чья жизнь вечна и чьи дела всегда перед его лицом, жизнь человека очень ограничена. И все, что он после себя оставляет, по меньшей мере оказывается от него отчужденным, а в конечном итоге и рассеивается как дым. Мудрый, говорит экклезиаст, умирает наравне с глупым. И противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, потому что это все суета. Это все суета. Даже если после тебя останется что-то, что тебе до того, после того, как ты умрешь. И это серьезная очень мысль, потому что, повторяю, очень трудно на самом деле, знаете, найти путь радости, надежды и хвалы перед Богом, прежде чем ты переживешь вот этот ужас от суетности и бессмысленности. Тоже он на самом деле для экклезиаста и библейской культуры важен, потому что, знаете, нам часто думается, что когда Бог приходит в этот мир, в нашу жизнь для того, чтобы спасти нас, рождается человеком, умирает на кресте и воскресает, что он, может быть, из чуть худшей жизни дает нам возможность перейти к чуть лучшей. Но это неправда, это не так. И для того, чтобы увидеть величие спасения Божьего, этот ужас пустоты и бессмысленности, никчемности, действительно важно пережить. И еще, знаете, в связи с этим мне думается вот что. Часто, когда мы читаем слова Господа Иисуса, который говорит «будьте как дети», нам нравится понимать эти слова так, что мы должны быть как трехлетние дети в ясельном возрасте и весело пресать в масках зайчиков и белочек с детской непосредственностью. Ну, может быть. Но все-таки, понимаете, взрослее мы теряем нечто гораздо более важное, чем детскую непосредственность, а именно подростковый ужас от бессмысленности. Иногда, на самом деле, Иисус действительно ссылается почти прямо на экклезиаста, и, может быть, в этом случае тоже способность ужаснуться тому, как страшно жить в мире бессмысленном, где нет ничего надежного, прочного и постоянного, как мы бы сейчас сказали в постмодернистском мире или мире постправды. Да, вот это действительно способность, часто свойственная людям очень юным и утрачиваемая с возрастом. Вот экклезиаст ее не утратил, и он предлагает читателю пройти этим путем, свести ум в ад, попробовать на себе убедиться, подумав в том, что ничего не остается прочным, все суета. И дальше, в заключительной части второй главы, он еще добавляет к этому вот какое рассуждение, для его эпохи тоже достаточно важное, да, вероятно, и для нашей тоже. Экклезиаст говорит о том, что «ну вот я насобирал большое наследство, а кому оно достанется?» Здесь отчасти может быть скрытая цитата из книги «Бытия», из того места, где Авраам обращается к Богу и со скорбью жалуется, что «наследник мой вот этот Элеезер из Дамаска, кому это все достанется?» Вот экклезиаст говорит, кто знает, наследник мой будет мудрый или глупый, а он будет распоряжаться всем. Для кого, для чего я трудился, что в этом надежного? И дальше он говорит о том, что в конце концов я трудился, я приложил столько усилий и должен отдать все это человеку, не трудившемуся, и все развеется, и он все разбазарит, да, как мы бы теперь сказали. Ничего не останется и нет никаких гарантий. В данном случае экклезиасту важно даже не столько то, что его наследство развеется, куда-то исчезнет, сколько то, что в этом нет ничего надежного. Идея, что ты там собирал, 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 передал следующему поколению, это вовсе не надежное вложение усилий. Вот что для экклезиаста в этом рассуждении важно. И вот поэтому он говорит о человеке, дни его скорби, труды, беспокойства, и это суета. Но он вовсе не только скептик, поэтому в самых последних строках он говорит о том, что да, не во власти человека есть и пить, и услаждать душу свою от труда своего. При этом экклезиаст говорит, это благо, да, это хорошо, но это дар Божий. Даже если ты трудился или, может быть, не трудился, то, что в результате этого получилось, это все равно дар Божий, потому что Бог мог не посмотреть на твои труды, и они не дали бы вообще никакого результата. Или наоборот, твои немощные какие-то усилия Бог мог наполнить силой и привести к реальности. Поэтому экклезиаст очень честно, предельно честно говорит о том, что много было усилий или мало, мудрые они были или немудрые, но то, что мы получаем, то, чем мы пытаемся насладиться и порадоваться, это все равно подарок Божий, а не результат наших трудов. Он говорит, что здесь нет такой однозначной причинно-следственной связи. Поэтому вот она обозначает снова для него очень важную и для читателя тоже жизненно необходимую точку отсчета. На самом деле вообще разговор о смысле или бессмысленности надо, говорит экклезиаст, вести не с человеческой точки зрения, а в каком-то смысле со стороны Бога. И в противном случае снова, говорит он в последней строке, все оказывается суетой и томлением духа. Продолжение следует...